Уважаемые коллеги, снова здравствуйте! Сегодня хотелось бы посмотреть еще один разбор, еще один реальный документ реального инцидента, который произошел в море. Сегодня мы поговорим о барке Крузенштерн. На самом деле это очень интересный корабль, у него очень интересная история. И я вам рекомендую просто ознакомиться со ссылкой, которая будет под этим видео, чтобы посмотреть, какие ребята наши молодцы. На самом деле, по этому инциденту, который произошел в 2014 году, и документ появился в 2015 году, наши ребята точно так же отработали очень прекрасно. И сам по себе инцидент очень простой. То есть, барк, это достаточно большой корабль, и в некоторых случаях ему требуется помощь для того, чтобы, например, выйти из порта. И он заказывает буксировку. В данном случае произошло именно так. Барк торопился на гонку. Более того, порт закрывался. Закрывался он 18 часов на фейерверк. И как обычно бывает, все торопились. Был заказанного буксира. Один не смог подойти. Была замена. То есть, вот такая произошла некая спешка. При этом, при всем, буксир пришел менее мощный, чем его собрат. При попытке буксировки этот буксир затонул. И, в общем-то, никто не пострадал. Потому что на барке обрубили концы. Успели обрубить концы. То есть, ничего не произошло с Кузенштерн, а команду буксировали так и вытащили. Даже сам буксир потом в дальнейшем для разбора его поднимали. Чтобы понять, что там произошло. Его достали, посмотрели. Но после того, как подняли, эксплуатацию его не вернули. То есть, вот такой вот достаточно простой инцидент. И давайте посмотрим документ. Документ породила Даня Шмаритайм Эссидент Инстегейшн Борд. То есть, инцидент произошел не у нас. Хотя на самом деле многие бы подумали вот в процессе моего вступления, что только у нас умеет торопиться. На самом деле это не так далеко. Сам по себе инцидент произошел в 2014 году. В январе 2015 появился документ. Документ на самом деле очень качественный с точки зрения наполнения данных по самому инциденту. Если посмотреть на оглавление, о, кстати, сам пострадавший, если посмотреть на оглавление, то можно увидеть, что ребята подошли достаточно аккуратно к самому разбору. Здесь есть полная информация и фотографии кораблей, схема движения, и описание экипажа, и даже описание той самой гонки, в которой должен был участвовать Крузенштерн. последовательность произошедшего, то есть что зачем следовало событие, ну и собственно анализ. Если кратко пролистать сам инцидент, даже людям, которые слабо разбираются в кораблях, станет понятно, что произошло. Давайте пролистаем по-быстрому, посмотрим сам разбор. Это у нас пострадавший, тот, который перевернулся, дайвер-мастер. Здесь его характеристики приведены, погодные условия, схема порта и место расположения. Собственно, здесь узость, узость и здесь течение. Собственно, именно из-за этого Крузенштерн заказал буксировку. Это у нас Крузенштерн, красавец. Вот, собственно, здесь и описывается то, что в августе фейерверк должен остаться в порту, именно поэтому его и закрывали. Вся торопливость была вызвана тем, что необходимо было успеть до 18 часов. Это второй буксир, который участвовал в безобразии. Это вот как отходили, то есть это буксир более слабый, который должен стоять впереди, а это более сильный, который стоял сзади, работал сзади. Собственно, вот фотография, которая была сделана с Крузенштерна и в общем-то здесь видна собственно суть произошедшего. Дело в том, что здесь не была заведена специальная снасть, которая меняет точку входа буксировки. Вот эта вот снасть специальная, которая не была заведена. Собственно, именно это и помешало в дальнейшем или привело к тому, что и случилось. Собственно, вот место выхода. перед совершением маневра, после которого произошло собственно все. Маневр заключался в том, что необходимо было сделать поворот. Сейчас мы посмотрим. Дальше вот здесь написано, что у нас есть течение. Собственно, из-за этого течения, из-за этого узости, необходимости поворота была заказана буксировка. Вот она вся схема. Это собственно начало инцидента. то есть дайвер-мастер готовится к маневру. Вот у нас начало инцидента, когда собственно Крузенштерн по сути начал тащить за собой буксир. Выглядело это примерно вот так. Здесь у нас дайвер-мастер, которого начал тащить. Эта фотография сделана с мостика Крузенштерна. И вот он уже затонул. Вот два гражданина, из-за которых все произошло, которые прыгают уже практически из затонувшего буксира. Дальше у нас расследуют собственно причины, из-за чего он затонул. То есть вполне себе этот поворот он был, точнее то, что он затонул было вызвано тем, что было открыты люки и собственно вода начала поступать после того, как его потащило. Вот здесь был люк, который был открыт, его собственно и затопило из-за этого. вот и вот собственно открытый люк. Это очень быстро. ну собственно основная причина была в том, что не заведя вот эту специальную снасть для буксировки, которая изменяла точку приложения усилия буксира, это собственно привело к тому, что вот этот буксировочный крюк, огромный крюк, у которого есть релиз левел, то есть некая штука, которая снимает нагрузку и быстро отщелкивает крюк, она не смогла отработать из-за того, что крюк был повернут и дальше у нас есть фотографии этого безобразия. Вот. То есть собственно он зацепился и в таком положении не мог быть отщелкнут удаленно. А после того, как начало тащить, уже не было времени для того, чтобы можно было с этим что-то сделать. Это уже реконструкция после поднятия, но она показывает собственно из-за чего все и произошло. Технически из-за чего произошло. Вот он в круг. И при попытке его в таком положении выщелкнуть, больше ничего не приводит, потому что усилие направленного в сторону снятия нагрузки не происходит. дальше у нас собственно вот эта вот снасть, которая должна направлять и менять точку приложения усилия, которая не работала, которую не завели. но дальше все понятно. Что произошло, почему произошло. И вот как это выглядит. Вот эта снасть, вот у нас крюк, который не выщелкнулся. это уже на Крузенштейн, то есть собственно то место, где был закреплен буксир, где вырубили. И как можно увидеть, на самом деле все очень подробно, все очень подробно, то есть из этого разбора буквально фотографиях шаг за шагом можно понять вообще, что произошло, даже если вы не понимаете ни единого английского слова, понять, что происходило шаг за шагом. И даже есть анализ. Но если мы подойдем к завершению этого самого анализа, то мы удивимся тому, как он заканчивается. То есть заключение на самом деле ничего нет. Ничего нет такого, чего можно было бы ожидать от разбора, от разбора в организации, которая занимает профессионально разборами. То есть нет никакого плана по устранению. На самом деле о чем они говорят? Они говорят о том, что ребята, в общем это произошло и произошло может быть даже из-за квалификации. И в общем делается после того, как делается этот вывод ставится точка. никакого плана что необходимо сделать для того, чтобы не допустить не произошло. И мы тут недавно обсуждали с одним знакомым эту тему. Я кратко рассказал сам инцидент. И в ответ получил достаточно очевидную вещь такую простую. Ну а что ты хотел? Ну это же халатность. Это обыкновенный человеческий фактор. Это халатность. А что ты хочешь? Ну а что с этим можно сделать? Ну люди даже умирает. что-то происходит всегда. То есть кто-то что-то там накосячил и вот оно случилось. Что делать-то с этим? Ну это же нормально. То есть это происходит. Ну и ответ здесь на самом деле простой. То есть да человеческий фактор присутствует. Да он присутствует практически в виде. Потому что мы у нас достаточно сложная система обслуживаем. И вполне можно сказать практически в любой ситуации что здесь присутствует человеческий фактор. Но даже в такой сложной ситуации казалось бы когда у нас чистая халатность можно сказать следующее что ребят ну хотя бы проинформировать то надо то есть вот это у нас произошло в стране в конкретной стране порт там не один количество операций которые происходят в каждом из портов страны которые являются морской державой их личный объем то есть если вы бы хотели чтобы это не повторялось но хотя бы скажите об этом если вы не хотите внедрять новую требование квалификации на самом деле как казалось капитан судна не имел квалификации совсем то есть у него не было профессиональных никаких сертификатов то есть у него был только сертификат яхтинга что в общем-то для профессионала является явно недостаточным то было бы неплохо внедрить или квалификацию людей или попытаться каким-то образом сделать так чтобы хотя бы об этом узнали но тем не менее вот конкретно организация которая должна заниматься улучшением и недопущением ничего не сделала с этим на самом деле это конечно очень странно поэтому вот в ответ на такую фразу моего знакомого что-то хотел люди я могу сказать так что в любом разборе всегда в плане устранения хотя бы присутствует или должен присутствовать элемент связанный с информированием доведение информации в некоторых случаях является просто обязательным потому что люди должны понимать на что они идут и к чему приводят вот такие вот вещь причем последовательность достаточно простая последовательность на самом деле вот эта вот тема с тем что круг был закреплен неправильным образом она известна но тем не менее последовательность действия определенных привела к тому что мы получили на выходе проблему проблема была связана с тем что вполне могли показаться погибли поэтому уважаемые коллеги мы посмотрели сегодня один из разборов разбор очень полезный инструмент пишите этот ролик был записан для хороших парней и тех кто сегодня решил узнать что-то новое нет плохих исполнителей есть плохие разборы разборы без плана по устранению до новых встреч до новых встреч